Сегодня в новостях. Игровой ноутбук от Acer, Samsung Galaxy Note 7, а также информация о новых айфонах. Ну а я Макс, всем привет. И сегодня у нас 22 февраля. Компания Apple купили стартап RealFace, специализирующийся на распознавании лиц. Данный стартап разрабатывал технологию для распознавания лица на основе машинного обучения. Вероятно, это даст в будущих новых айфонах 8 или 9 датчик распознавания лица вместо сканера отпечатков пальцев. Хотя вряд ли в ближайшие 3-4 года Apple откажется от сканера отпечатков. Вещь очень удобная. Игровой ноутбук Acer Aspire VX15 уже появился в продаже в русских магазинах. Стоимость данного ноутбука в России 70 тысяч рублей. Для игрового ноутбука это средняя нормальная стоимость. Процессор в ноутбуке установлен Intel Core 7-го поколения на выбор. Также поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти DDR4. Имеет 2 сота для жестких дисков. Допустим, можно установить один SSD диск для системы, а второй для хранения 1 терабайт или еще больше. Размер дисплея данного ноутбука 15 дюймов, а вес 2,5 килограмма. Также данный ноутбук отличается хорошей аудиосистемой высокого качества. Ну а Samsung Galaxy Note 7 скоро будет снова продаваться. Как уже известно, примерно месяц назад выяснилась причина возгорания смартфонов. И это был аккумулятор. Хотя данная причина была и так очевидна сразу. Но Samsung из-за спешки не смогли эту проблему решить, подкинув бомбу дважды. Теперь стало известно, что компания Samsung планирует выпустить данные смартфоны снова. Которых, напомню, у Samsung несколько миллионов устройств. После того, как они их вернули. И они собираются в них заменить опасный аккумулятор, который равнялся 3500 мА, на безопасный. Ну с меньшей ебкостью, около 3000 мА. А также заменить корпус. Но конечно же, такие смартфоны, скорее всего, не будут продаваться в Европе и США. Как утверждает китайское издание, данные смартфоны будут предназначаться только для развивающихся рынков. Таких как Индия, Вьетнам и тому подобное. Может даже и в Китае будет продаваться. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ну а также данные новости можете прочитать на нашем сайте. Ну и также, если нужна помощь в выборе техники, обращайтесь на наш портал. Удачи всем и пока.